Консервы, крупы и сдоба. Такую помощь для людей с инвалидностью передают военные, которые базируются в Волновахе. Бойцы поддерживают людей с инвалидностью, которым во время войны стало еще труднее заботиться о себе. Как встречают гостей местные жители, видели мои коллеги с телеканала ДОТЭБЭ. Сергей Иванченко живет в поселке Донское, неподалеку от Волновахи. Гостей в военной форме он не ожидал, признается мужчина. Гуманитарную помощь от бойцов он получил впервые. Спасибо вам. Я говорю, он получил пенсию, что у меня 50 тысяч гривен. Счетчик поменял водяной. 150 счетчик, 50 за установку и 45 гривен за пломбировку. Плюс лекарства себе купил. И все. Продукты, что были, это закончили. Сейчас он там чуть-чуть каши есть, варю и все. Обычно Сергею стараются помогать соседи. Например, готовят для него еду. Жена, с которой он жил, ушла к другому. Он сейчас сам соседи покушать приносит. Соседи, да, помогают? Ну, да, кто что-то приготовит, приносит. Но он часто вот поднимается, тут же, что ноги не ходят. Это вылазит. На руках как-то опирается. Это покурить. Военные говорят, людям они помогают в основном продуктами. Иногда отдают часть своего пайка. Иногда продукты приносят благотворительные организации. Допомогу в основном мы даем продовольчивые пайки. Самые элементарные, там крупы, консервы, необходимые засобы для выживания. Нам надходит на электронную почту, звернение громадян, также звернение распоряжения высших штабов. И мы отпрацовываем по этих звернениях. Николай вдвоем с сыном живет в селе Андреевка, практически на линии фронта. К нему офицеры приезжают не впервые. Гостям мужчина всегда рад. Хоть времени на отдых у него и немного. Вот дрова заготовили. Главное, что тепло. А каша всегда нравится. Бог сказал, есть пропитание на сегодняшний день, есть во что одеться. Этому будьте довольны. Вот, одеты, есть каша, есть покушать. Нет, мы довольны тем, что есть. Вот закончилась бы война, вот за это молимся. Офицеры говорят, к Николаю они приезжают не только, чтобы помочь, но и чтобы самим зарядиться его оптимизмом. Офицеры говорят, когда узнают, что человеку нужна помощь, стараются как можно быстрее отреагировать. Информацию о том, кому нужно помочь, просят присылать на электронный адрес группы военно-гражданского сотрудничества или лично приносить военным.